Добрый день! В студии Кирилл Гусев и в ближайшие несколько минут расскажем о главных событиях Алтайского края. Первый мусоросортировочный комплекс в Алтайском крае начнет работать уже в конце этого года. В чем преимущество нового оборудования расскажут наши корреспонденты. Ведущий Катунь-ФМ в эфире уличного радио на Малотобольской познакомит барнаульцев с историей краевой столицы. О проекте городские истории узнаете далее. Сегодня пройдет международный тест на знание истории Великой Отечественной войны. Как стать участником диктанта победы расскажем в нашем выпуске. 64 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в Алтайском крае за минувшие сутки. Также зафиксировано два смертельных случая, один из них от COVID. Всего же в крае зарегистрировано почти 12 тысяч инфицированных. Из них больше 10,5 тысяч выздоровели. Сейчас лечение проходит 890 человек. Из них в госпиталях находится 740 пациентов. Еще 150 проходят лечение амбулаторно. Тяжелобольных 121 человек на аппаратах искусственной вентиляции легких 37 человек. Почти 45 миллионов рублей дополнительно выделено Алтайскому краю на стимулирующие выплаты работникам социальных учреждений. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Средства направят сотрудникам краевых государственных учреждений, которые работают с инфицированными коронавирусом и людьми из группы риска. Стимулирующие выплаты предусмотрены за особые условия труда и дополнительную нагрузку. По данным регионального министерства социальной защиты, в период пандемии стимулирующими выплатами уже перечислено больше 88 миллионов рублей. Напомню, в Алтайском крае в особом закрытом режиме работают 34 учреждения стационарного соцобслуживания, где живут почти 5000 человек. За ними ухаживают 750 сотрудников. Подъездную дорогу строят к фермерскому хозяйству в селе Бураново Калманского района. Ход работ проверили специалисты Алтая Автодора. Строительство идет по госпрограмме комплексного развития сельских территорий. На эти цели направлено 44 миллиона рублей. Протяженность дороги составит 340 метров. Затруднен проезд особенно в период распутицы, это весенний-осенний. Здесь предусмотрены работы по устройству земляного полотна, укрепление верхнего слоя земляного полотна цементом и покрытие щебеночно-песчаного исполнения. Чтобы не допустить размыва основания дороги, вдоль нее предусмотрены укрепленные щебнем и бетоном водоотводные канавы и водопропускные трубы. По словам главы фермерского хозяйства Юрия Миллера, дорога жизненно необходима не только их предприятию. В целом в этом году на строительство 13 подъездов к фермам и селам края из бюджетов разных уровней выделено почти полмиллиарда рублей. Дороги сдадут в эксплуатацию уже в октябре месяце. Первый мусоросортировочный комплекс в Алтайском крае начнет работать уже в конце этого года. Его строительство проходит в рамках так называемой мусорной реформы. Подробнее в сюжете Анны Москаленко. Пластик, бумага, металл, стекло разлагаются тысячи лет. Но в скором времени в Рубцовском районе появится возможность перерабатывать твердые коммунальные отходы. В рамках национального проекта «Экология» там идет строительство мусоросортировочного комплекса, первого в регионе. Специалисты смогут распределять мусор для дальнейшего производства. Приемка твердых коммунальных отходов с многоквартирных домов, где отходы у нас почти все сухие и разгрузка мусоровоза происходит сразу в приемный бункер, который вы видите за моей спиной. Либо же у нас это в основном практикуется на площадках временного накопления в Рубцовской зоне. Это привозится мусоровоз. Перед бункером на площадке будет создана площадка, которая будет разделять отходы уже на мокрые и сухие. Для работы важно, чтобы отходы были сухие, иначе говоря, чистые. Грязные, например, пищевые отходы, средства гигиены, переработке не подлежат. После загрузки в приемный бункер мусор будет проходить несколько стадий размельчения с помощью фрез и магнитов. Затем работники комплекса вручную отсортируют отходы по видам, чтобы мусорные фракции можно было прессовать. Их сформируют в брикеты по 100 килограммов. С учетом того, что планируется использование данного мусоросортировочного комплекса в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить потребности всей Рубцовской зоны в сфере обращения твердых коммунальных отходов, то вполне естественно, что это создаст дополнительные рабочие места, которые, безусловно, в какой-то мере улучшат благосостояние. Мусоросортировочный комплекс от отечественных производителей приобретен за 5,5 миллионов рублей. Строительные работы обойдутся еще в 4 миллиона. Закончить их планируют уже к ноябрю. Затем начнется тест-драйв оборудования. Не исключено, что полноценная работа комплекса начнется уже в этом году. Планируется, что за год завод сможет обрабатывать 100 тысяч тонн. А это позволит значительно улучшить экологию края. Анна Москаленко, Алексей Шаульский. Новости. Здесь борются за жизнь каждого пациента. Сегодня исполняется 10 лет со дня начала работы Краевой онкологической поликлиники «Надежда». В центре выявляют предопухолевые патологии и лечат больных злокачественными новообразованиями по самым передовым разработкам в области онкологии. Поликлиника рассчитана на 450 пациентов в смену. Прием ведут более 30 специалистов. Это хибиотерапевт, радиолог, онкоуролог, лор-онколог, онкомомолог и многие другие. Современные лаборатории позволяют выявлять не только заболевания на ранней стадии, но и предрасположенность к раку. В учреждении организовано ведение ракового регистра, а также регистра предракового высокого риска. Мы информируем, мы работаем с медицинскими организациями с направляющими и уже непосредственно направляющая медицинская организация нам направляет эту категорию пациентов. То есть мы озвучиваем, кто входит в эту категорию риска. Соответственно, придя к нам, пациентам уже определяется степень онкологического риска и определяется кратность посещения поликлиники. Чем закончилась забастовка приказчиков 1905 года? Сколько винных лавок работала на Старом базаре в 19 веке? Ведущий Катунь-ФМ в эфире уличного радио на улице Молотобольской познакомит барнаульцев с историей краевой столицы. Подробности в нашем сюжете. Городские истории. Так называется цикл из девяти программ, посвященных Старому базару. Радиостанция Катунь-ФМ подготовила их совместно с администрацией Барнаула. При поддержке компании «Еврозвук» передача зазвучала на улице Молотобольской. Конечно, была задача, раздражающая у всех уличную рекламу, немножко сделать более интересной, то есть, чтобы она прерывалась вот такими интересными рассказами. Чем эти места были интересны, были знамениты? О людях, которые прикоснулись к тому, чтобы это место стало туристическим, интересным и красивым. Старый базар не зря называют именно так. Еще в начале 19 века здесь появилась рыночная площадь. По воскресеньям сюда съезжались крестьяне из ближайших деревень, продавали свои товары, покупали необходимые у торговцев. С годами площадь обрастала деревянными торговыми лавками, а богатые купцы Сухова и Лолетины построили здесь кирпичные торговые дома. В 290-летие Барнаула у жителей города появилась возможность прикоснуться к истории тех времен. Прекрасная идея, мне бы самой даже хотелось узнать про свой город побольше, хотя, конечно, какая-то информация все равно есть, но ее недостаточно. Я тут часто вообще гуляю, но ни разу не слышала этой передачи, но в принципе, я думаю, детям будет интересно послушать и взрослым. Замечательная идея, хочется, чтобы она притворилась, хочется, чтобы побольше тех мест. Вот чем интересен Барнаул, возродились, чуть-чуть имели бы привкус современности, но хочется, хочется, чтобы любили свой город и у него была своя изюминка. Программу можно услышать каждые полчаса. По изначальной задумке городские истории должны были выходить во время празднования 290-летия Барнаула, но они останутся в эфире, если слушателям понравятся истории из жизни старого купеческого города. Анастасия Меншакова, Алексей Михайлов, Новости. Сегодня пройдет международный тест на знания истории Великой Отечественной войны. В юбилейный год со дня Победы его напишут в 75 зарубежных странах в онлайн формате. Для участия в тесте в режиме онлайн необходимо сегодня в 18 часов по местному времени зайти на сайт диктантпобеды.рф или установить одноименное приложение для смартфонов и пройти процедуру регистрации. Кстати, на сайте можно подготовиться к диктанту с помощью демо-версии. После написания теста можно получить сертификат участника международной акции. Всего по России ожидается напишут порядка полутора миллионов человек. В Алтайском крае, я думаю, что в режиме онлайн примут порядка 7,5 тысяч человек, ну и еще около тысячи человек в очном режиме, то есть в офлайне. Это военнослужащие. Кроме того, одна из площадок будет располагаться на базе Алтайского краевого законодательного собрания, где депутаты, члены молодежного парламента. Они изъявили такое желание, что хотят написать и тоже напишут его вместе со всеми. Проект телеканала Катунь-24 «Классные уроки плюс 100 к интеллекту» увидят жители республики Бурятия. В сентябре его покажут на местном телеканале «Арик Уз». Напомню, «Классные уроки» – это научно-популярная программа. В телеэфиры для подростков и их родителей проходят занятия по физике, химии, иностранным языкам и другим предметам. Лекции читают квалифицированные преподаватели из школ и университетов Алтайского края. Проект нашего телеканала будут показывать в республике Бурятия дважды в неделю. А на нашем телеканале, на телеканале Катунь-24, он выходит ежедневно в 10.45 и 12.15. Не пропустите. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите телеканал Катунь-24 и наслаждайтесь этим временем, когда горят костры рябин.